МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости. В студии Елена Решетникова. Главное сегодня. Крымская весна. Артек. В Саранске на площади Тысячелетия собрались те, кто отдыхал и работал в Международном детском центре. Лучшие работники ЖКХ получили награды из рук мэра Саранска. Они отметили профессиональный праздник. В Саранске выбирают лучшего педагога. Стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года-2019». Новый формат общения со зрителями. В Национальном театре прошла публичная читка пьесы. И молодость мы повторим, и песни пропоем. В Мордовии встретили Крымскую весну масштабным танцевальным флешмобом. В нем приняли участие порядка пяти тысяч человек. Акцию приурочили к пятилетней годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Как все было, расскажет Елена Сергеева и Станислав Семин. Мартовский снегопад праздника не испортил. Пятая крымская весна пришла в Саранск вожатскими песнями, зажигательными танцами и хорошим настроением. Огромные круги вокруг спящего фонтана звезда Мордовии напомнили вечерние построения в детском лагере. Не случайно. На площади тысячелетия встретились артековцы из нескольких поколений. В 1979 году после серьезного конкурсного отбора в легендарный лагерь на Черное море отправилась первая группа мордовских вожатых. В 1980-м – вторая. В ее состав вошли всего четыре студента, которые отработали там пять смен. Когда познакомились с природой, удивительной природой Крыма и вывозили ребят на экскурсии по южному берегу Крыма, это и Севастополь, и Ялта, и Алушта, и Ливадия, соответственно, проходило знакомство с историей государства российского, с историческими личностями, которые внесли определенный вклад, но, безусловно, с героической историей Великой Отечественной войны. В 1980-й год Олимпийский и в лагере отдыхали ребята из разных уголков планеты. И по сей день «Артек» остается самым большим международным детским центром в мире. Попасть в него мечтают как дети, так и вожатые. А тем, кому выпала такая возможность, навсегда сохранили воспоминания об этой сказке. Уникальная площадка, где мы встретились и обменялись опытом с вожатыми двух стран, работали с детьми с разных государств. Это возможность и опробировать себя как педагог. Для меня это было первое море в моей жизни, это были первые вершины гор. И они остались точно, я в них влюбился, и эта любовь остается навсегда. Я думаю, что такие мероприятия надо проводить. Каждый год из Мордовии в «Артек» отправляются и вожатые, и дети. Они увозят оттуда воспоминания, новые знания и знакомства. За активное участие в жизни города свой счастливый билет в «Крымскую сказку» получил и Павел Рыжов. «Кабардино-Балкария, Екатеринбург. С ребятами до сих пор общаемся, переписываемся. В Екатеринбурге я даже ездил в гости к ребятам. Посидели, вспоминали, было интересно, весело. Я пришел сюда, чтобы еще раз действительно прочувствовать атмосферу лагеря». Артековцы прошлого и настоящего общались, делились теплыми воспоминаниями, пели песни и танцевали. Но главный, на чем выстраивался диалог поколений, это память о героическом прошлом своего государства. Меняется все, но именно память остается тем неизменным звеном, который связывает многие поколения. Годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем отметили и в районах республики, в том числе в Ковылкино. В местном центре культуры на «Крымскую весну» собрались жители всех возрастов. Для них творческие коллективы и артисты района подготовили концерт. Пели о родной земле и патриотизме. Елена Сергеева, Станислав Семин, Народные новости. В рамках 4-го всероссийского слета поисковых отрядов в МГУ имени Огарева прошел диалог на равных. Его спикерами выступили директор мемориального музея Николай Кручинкин и организатор первого лыжного похода по местам боевой славы 326-й Рословольской дивизии Анатолий Сокольников. Они рассказали поисковикам разных регионов, как зарождалось это движение в нашей республике. Первый день 4-го всероссийского слета студенческих поисковых отрядов был посвящен знакомству участников с организаторами и друг с другом, а также осмотру достопримечательностей столицы нашей республики. Рабочая программа началась в субботу «Диалогом на равных». Это федеральный проект, запущенный Росмолодежью осенью 2017 года. Его формат помогает известным в отдельном регионе или стране в целом людям делиться своим опытом со студентами. Диалог – это подразумевает всегда два субъекта, два человека. В данном случае это наши поколения, которые начинали в 90-х годах прошлого века, в начале 2000-х работали еще и по настоящее время. И другая сторона – это молодежь, которая… ну кто-то уже был в экспедиции, а кто-то еще не был, столько собирается. И здесь мы попробуем, попробуем найти точки соприкосновения. Город Нолинск Кировской области насчитывает чуть меньше 10 жителей. Однако и у него есть свой поисковый отряд под названием «Пост». Созданный работает он на базе техникум и механизации сельского хозяйства. В этом году отряд отметит 20-летний юбилей. Все эти годы ребята занимаются восстановлением исторической памяти о погибших бойцах. Мы выезжаем на вахту памяти, ведем поиск бойцов погибших в то время. К сожалению, за это время нам не удалось найти много медальонов, но кого мы нашли, ищем до сих пор родственников, потому что по базам данным они не проходят. Ну а в Саранске поисковое движение зародилось более полувека назад. Студенты МГУ Миягорева тех лет под руководством Анатолия Сокольникова занимались ориентированием на местности. Одни из соревнований проходили на местах сражений Великой Отечественной войны. И то, что участники сначала приняли за естественную природную ложбинку, оказалось бывшими окопами. После этого студенты решили пойти лыжным походом по местам боевой славы 326-й Рослевской дивизии. Первой остановкой стал город Белев. Один из первых городов серьезных – это город Белев, который расположен на высоком берегу Океи. Там вот такие вот храмы старинные, они на крутом берегу располагаются. Немцы практически укрепили эти храмы, заложили окна, бойницы сделали, а крутой берег полили водой. И наши практически бойцы наступали с открытого поля, через реку Оку, немцы еще взорвали лед. Первые поисковики удостаивались радушного приема на всем пути следования своего лыжного похода. Они положили начало масштабному движению. Поисковики возвращают память о погибших бойцах той страшной войны. В рамках слета разные регионы обменялись своим опытом и еще раз убедились в том, какую важную миссию они несут. Ирина Семенова, Максим Тузин, Денис Ноздрюхин. Народные новости. В третье воскресенье первого месяца весны традиционно отмечается День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим в администрации городского округа Саранск чествовали лучших работников этой сферы. По поручению градоначальника Петра Толтаева к награждению были представлены только рядовые сотрудники. Мои коллеги готовы рассказать подробности. 2018 год у работников сферы ЖКХ выдался особенно сложный. Сначала готовили город к чемпионату мира, содержали его в чистоте и комфорте во время мирового первенства и после. Потом встречались с Зимой. Она преподнесла коммунальщикам щедрый подарок в виде обильных снегопадов и гололеда. Боролись с этим как дворники, так и водители. Уборка, посыпка дорог, чтобы не скользко было, гололед убираем. И снег с дороги убираем. Зима была снежная, так справлялись, менялись, справились. В этом году с улиц Саранска было вывезено порядка 400 тысяч кубометров снега. Цифры превышают прошлогоднюю почти в два раза. Показатели хорошие. Отличники коммунальной сферы получили заслуженные награды из рук градоначальника. Мэр Саранска отметил, что трудиться коммунальщиком сможет далеко не каждый. Работа трудна физически и морально. Нам есть к чему стремиться. Каждый день, каждый час и вообще каждый раз, как первый раз мы на этом стоим. Сегодня хорошо, но надо быть готовым к тому, что и завтра должно быть хорошо. Перейдем на нас очень много работы с точки зрения уборки. Вычистить там надо город, побелить, покрасить, убрать весь мусор и сделать город конфеткой. Вместо лопат, метел и других рабочих инструментов у них в руках грамоты и цветы. За заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия» присвоено Лидии Овтиной. Также были вручены благодарность главы республики и почетные грамоты Государственного собрания. Дипломы лучших работников из рук главы городского округа Саранск получили 60 человек. Дворники, сантехники, слесари, электрики, водители, сварщики, рабочие по благоустройству, мастера участков. Многие проработали в профессии уже более 30 лет. Мне тоже уже годы не те, что в 30 лет выходила я играла с этими лопатами, а сейчас все. Ну все равно я справляюсь, я уже втянута в эту работу. Мэр города еще раз поблагодарил всех коммунальщиков за их добросовестный труд. Праздник продолжил торжественный концерт. Елена Сергеева, Станислав Семин, Народные новости. В Саранске выбирает лучшего педагога. В 31 лице стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года-2019». В нем участвует 15 человек, которые прошли заочный отборочный тур. С ними познакомилась наша съемочная группа. Сейчас Михаил Аверкин – директор 13-й школы. До этого он преподавал историю и общество знаний ученикам 31 лицея. Год назад он блестяще прошел все туры конкурса «Учитель года» и победил в городском этапе. Поэтому сейчас 28-й конкурс проходит в 31 лицее. Открыл для меня этот конкурс. Во-первых, это, наверное, свои способности показать на городском уровне, а в последующем уже на республиканском уровне. Этот конкурс дал мне новые знания от своих коллег. Новые опыты знаний сегодняшним участникам получить только предстоит. Позади заочный этап конкурса. Из 43 учителей в очный тур прошли 15. Среди финалистов Николай Кимаев. С 2011 года он обучает школьников работать с металлом, деревом и другими материалами. Нравится творить руками, а технология к этому предвосполагает. И тем более можно научить учащихся всему этому своим опытом. Участие в конкурсе дает опыт для самого педагога реализацию, показать его возможности, показать умения, навыки и продемонстрировать их непосредственно перед своими коллегами. Чем ближе начало конкурса, тем сложнее скрыть волнение. Наталья Ерофеева до этого участвовала в проекте «Учитель-мастер». Теперь пробует силы в более масштабном конкурсе. О профессии учителя мечтала с детства и еще ни разу не пожалела о своем решении. Недаром говорят, что когда общаешься с детьми, сам молодеешь душой. Поэтому всегда дети не дают скучать, хочется дать детям что-то новое, интересное. В очном этапе конкурса несколько заданий. Сначала участники покажут свои методические разработки, затем проведут открытый урок. В финал попадут пять человек. Пятерка суперфиналистов будет представлять свои классные часы, участвовать в открытой дискуссии. И именно из пяти лучших будет выявлен один лучший учитель года городского округа Саранска. Имя учителя года назовут 22 марта. После подведения итогов победитель начнет готовиться к республиканскому этапу конкурса, который пройдет в апреле. Ольга Данилова, Евгений Фролкин. Народные новости. Декларационная кампания набирает обороты. Она началась с 1 января и продлится до 30 апреля. До этого дня физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах. Примечательно, что в этом году изменилась форма заполнения деклараций. Оформить документ стало гораздо проще. Как известно, налог на доходы физических лиц взимается заработной платы граждан автоматически. Однако в определенных случаях необходимо проявить инициативу. Самостоятельно рассчитать сумму налога, прийти в налоговую и оформить декларацию. Во избежание штрафа сделать это нужно до 30 апреля. Необходимо подать декларации гражданам, получившим в 2018 году доходы от продажи недвижимости, транспортных средств и нового имущества, находящихся в собственности менее трех лет, по объектам недвижимости, приобретенных после 1 января 2016 года, находившихся в собственности менее пяти лет, дали при продаже акции, доли уставных капиталов, паёв и прочее. Также оформить декларацию на доходы обязаны граждане, которые получили в дар от неблизких родственников какое-нибудь имущество. Налоговые инспекции также ждут репетиторов, нянь и сантехников. Словом, всех, кто оказывал какие-либо услуги. Заплатить налог должны и те, кому просто улыбнулась удача, победители различных лотерей и розыгрышей. Кроме этого, в этом году особое внимание на тех, кто сдавал своё имущество в аренду. В период проведения чемпионата мира по футболу таких граждан было немало. Многие наши граждане принимали здесь своих болельщиков, поэтому сдавали своё имущество. Так вот, если вы это делали, если вы сдавали комнату, квартиру, дом, то вы обязаны задекларировать такие доходы и уплатить от них 13% бюджет, подать соответственно установленный срок декларации. Налоговые органы зачастую располагают такой информацией, поэтому надо не дожидаться, когда вам придёт письмо с налогового органа, так как за несвоевременное представление декларации лицами, которые обязаны это сделать, предусмотрена ответственность. Минимальный штраф за непредставление декларации в срок составляет 1000 рублей. Отмечу, что документ подаётся в налоговый орган по месту жительства. В этом году изменилась форма декларации. Она стала значительно короче, а следовательно заполнение данных стало гораздо проще. Существует несколько вариантов подачи. Специалисты советуют самый удобный. Заполнение через специальную компьютерную программу «Декларация». Она находится в свободном доступе на официальном сайте ФНС России. Юлия Мамаева, Денис Ноздрюхин. Народные новости. В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом в Мордовии проводят ежегодную акцию. Её суть в том, что сделать флюорографию можно быстро, не обращаясь в поликлинику. Напомню, такое обследование позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Акцию организуют сотрудники Республиканского противотуберкулёзного диспансера. О том, насколько активны жители, подробнее расскажут мои коллеги. Весна – это не только звенящая копель и долгожданное тепло. Весна – это время ежегодной профилактики туберкулёза. С 8 часов утра по улице Горной города Саранска дежурит передвижной флюорографический кабинет, где каждый желающий может сделать снимок и получить заключение врача-орентгенолога. Для этого при себе нужно иметь только паспорт и медицинский полис. 24 марта празднуется Всемирный день борьбы с туберкулёзом, призванный привлечь внимание общества к этому тяжёлому лёгочному заболеванию. Поэтому ежегодно Республиканский противотуберкулёзный диспансер проводит благотворительную акцию по обследованию населения с целью раннего выявления туберкулёза. В рамках этой акции мы обследуем объекты социальной значимости. Обследование практически не отличается от того, которое проводится в специализированных медицинских учреждениях. Алгоритм его известен и понятен. С результатами дело обстоит также элементарно. Результаты у нас скидываются на электронный носитель. Сегодня они будут доставлены в диспансер. Там врачами нашего диспансера будет обработана плёнка. И уже завтра результаты будут известны. Если будут какие-то сомнительные случаи, эти пациенты будут вызваны над обследованием и будут обследованы в стенах Республиканского противотуберкулёзного диспансера. Туберкулёз, как известно, передаётся воздушно-капельным путём. Поэтому вовремя сделанная флюорография – залог вашего здоровья и здоровья ваших близких. Акция рассчитана на пять дней. Этот передвижной флюорографический кабинет уже был в пансионате ветеранов войны и труда на улице Победы. В микрорайоне ТЭЦ-2 он будет дежурить два дня с 8 до 14 часов. Также в рамках благотворительной акции сотрудники диспансера планируют провести обследование в «Обществе слепых искра» и в Пуркаевском психоневрологическом интернате. Марина Василевская, Александр Гурьянов. Народные новости. В Национальном театре опробовали новый формат общения со зрителями. Любители искусства пригласили на читку пьесы Екатерины Исачевой «Трава для кроликов». Настоящие театралы оценили возможность увидеть самое начало работы над образами. Подробности в следующем сюжете. Эта пьеса – ничто иное, как сценарий для полнометражного фильма. В ее основу легла история семьи Екатерины Исачевой. Биографичным свое произведение она назвать не спешит. Художественные отступления есть, и без них, по словам автора, пьеса могла быть не такой интересной для зрителя. Действие происходит в 60-е годы в Мордовии. Пьеса о жизни, о семье, о ценностях, о любви, о предательстве, о настоящих людях, с которыми, знаете, как раньше говорили, можно идти в разведку. Вот такие люди. Обычные, интеллигентные, сельские жители. Простые, очень добрые, начитанные. И любящие жизнь, любящие свой край. Читка на зрителя для Национального драматического театра – формат новый. Идея включения ее в репертуар возникла еще два года назад. И только сейчас задумка воплотилась в жизнь. Отсутствие декорации и костюмов восполнило воображение, а актеры вложили в выступление свою душу. Они уверены, со временем этот формат поймет и полюбит большинство завсегдатаев театра. В больших городах, ну скажем так, Москва, Петербург, Нижний Новгород, это уже стало довольно-таки популярным. Некоторые театры довольно-таки стабильно и очень часто такой формат встреч со зрителем, с ценителями, драматурги используют. И у нас в Саранске это впервые. Скорее всего, это будет иметь некую популярность у нас в городе. Не только талантливая актриса, но и дипломированный драматург. Помимо Института национальной культуры, Екатерина училась на сценарно-киновеческом факультете в ГИКО. А пьеса «Трава для кроликов» — это дипломная работа старательной и способной студентки. Новая специальность открыла другие возможности, но ответ на вопрос о творческих планах был слегка неожиданным. Открою маленький секрет. У меня сейчас один творческий план — это ожидание второго ребенка в семье. По линии театра пока творческие планы все заморожены. Профессионально заниматься любимым делом — мечта давняя и, как показала практика, достижимая. Своим примером Екатерина еще раз доказала — сложности бояться не стоит. Нужно ставить амбициозные цели и идти к их достижению, несмотря на чужое мнение и препятствие. Ирина Пятина, Евгений Фролкин. Народные новости. На этом все. Впереди вас ждет еще прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok